Дверь, вход в высыпальницу была заколочена, а сбоку вот так, кирпичи на ребро, два окна там должно быть, помню хорошо. Одно пробили, кирпичи выбили, и второе. Я взял с собой типа гайку, взял веревочку. Хлопчик, говорю, если туда влезу, свалюсь куда-то, я не вылезу. Я опустил, говорю, я не могу подняться. Тогда к дверям ближе, которая, опустил, о, это я залезу. Я взялся руками, видать, за ноги раз, и туда я вскочил. Помню, как там было, в общем, я встал, ступенечки несколько, стены отделены, камень галька, что на море, таким. Я повернулся, площадка, ну, фонарик был, но там не сильно было, два окна, стекла светили. Я увидал бабушку, мумию, коричневого цвета, в белом во всем, ну, как вот, марлей, все это закрыто. Ручки так, как у всех лежат, но голова лежала отдельно. Представьте пацану, 16 лет, в те времена еще. Во рту зубов не было, это точно, рот открытый. Я подражал так, пошел туда, дальше. Здесь побитые были. Вот, ну, слева, справа, видать, как памятники только на полу были. Вот, все дыры кругом. И прямо подбежал, тумба такая, с мрамора серого, по-моему. И там, как будто книга, тоже с мрамора. Вот, ну, я выскочил пулей, отвернулся от этого всего. Хлопцом рукой махнул меня не раз, и выдернули на улицу. Вот, отбежали, я им это все рассказал. Но бабушка до этого говорила, почему они узнали про эту, наверное, усыпальницу толком. Она говорила, тут, когда после революции бандитов было, ужас. И церкви грабили, людей грабили, богатых, ювелиров грабили. Потом, которые имели магазины большие. Стреляли, убивали. Тут была натуральная анархия в городе. Та власть не стала, и это. Тут же менялись даже, у них там между собой, кто будет у власти. У революционеров было такое. Вот, вот это я рассказал. Теперь мы подошли к дистанции ювелирных техников, к дворцу. Да, да, да. Вот станция ювелирных техников, нижний ряд окон от дворца до башни. Башня была, окон не было, стены нормальные были. Ну, побиты по сторонам, но все были целы. Наверху ржавый циферблат со стрелкой. Или с двумя стрелками, поржавевшая все. Вокруг этой башни был забор, деревянный, больших таких досок. Здесь все было красиво покрашено. Среднее окно, четвертое, там семь окон. Это вход был в станцию. По ступенечкам заходили. Направо мы, авиамеделисты, а там фотокружок и судомодельный, возможно, был. Директор и зам были Белобоков и Лоси, фамилия запомнил их, кто из них кем был. Мой начальник был Ривкин Леонид Наумович. В конце 70-х годов уехал в Канаду. Да, 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 и ступенечки были. Мы спускались направо, наше было, приходил этот Леонид Наумович. И мы занимались моделькой автомобилей, там моторчики были, в общем, гоночные эти делали. Все. Пол, я хорошо запомнил, лимонно-желтого цвета, так вот вытоптаны. Притом, подхожу к стене, что замуровано дальше, прям видно, что дальше люди ходили. Мы это понимали. И в дворец там ходили тоже, где сидел этот директор, стол. Он, что-то в отличие, короче, интересно, за вами было, тут все замуровано. Вот после, ну, тут я занимался, да, все про это. Теперь мы пошли к башне. Да, к самому интересному. Там я показал, где был люк. Люк был полметра на полметра. Крышка люка была плоская, железная, ну, квадратная такая, на петлях. И ребята открыли. Ну, толщина 6-8 миллиметров всего. Примерили меня, я подойду. Я взял дома офицерский ремень у отца, он на двух таких штучках. Взял стропы от парашюта, крепкие, надежные, две. Кирпич привязали, проверили, какая там глубина. Я привязался, тихонько помогли. Два фонарика у меня было, плоские батарейки эти советские. Туда спустили. Ну, и привязали, чтобы юрка не упала. Я отвязался, и давай смотреть. Я сразу, я вдоль стенки. Стенка выложена кирпичом, который там лежал. Конус был. Все сыпалось, пол пробила в центре. Все это сыпалось конусом. Кирпича там ужас было. Вот что еще там лежало. Я мельком раз, я прошел вправо, вдоль этой стены. Стена, видно, немцы, наверное, положили. Потому что освобождение Гомеля, кирпича надо было всем. Они от партизан, скорее всего. Потому что ворота там уже открывать было. Вот, заложили. Я пошел прямо туда. Здесь посветил какие-то типа печи, ваза с белого мрамора. Или статуя была. Ну, так далековато. Пошел вправо, вижу трехлинейка, это ружье, без приклада ржавое. Взял руки, руки вымазал. Дальше ступеньки идут. Слизью покрыто все было. Туда дальше посветил. Конец мая, разлив воды. Сажа был большой, но там вода. Я повернулся назад, ну и обычно взял фонарик в левую руку. Пришел к этому, где я над люком. Они его прикрыли, но так чуть-чуть светилось. Я как влево посветил, вы знаете, черная земля, бездна. Меня такой ужас схватил, что я ремень надел, подергал, меня не выдернули. Я был бледный. Говорю, хлопцы, там черное все. Это, когда была война, бомба, видать, летела. Вот где станцию техников, рядом. И пробила, наверное, стену подземелья чем-то. Или освобождали. И там земля. Мне кажется, просто после освобождения взяли досками, закрыли, или немцы, и засыпали землю. Потому что мы раз сами подошли, привезли черную землю на лошади. Телера такая большая. И две или три женщины высыпали. Он подошел вам помочь. Давай, детки, если можете, помогите. Вот низинка. И этот Литвинов сказал, они тоже подсыпали то место. Там проседает земля. И вот этот чернозем весь, я его осветил, когда я перепугался просто. Меня вытащили. Эти досочки раздвинули. Мы выскочили на лужайку, где эта площадка. Туда. Подкус сели. Я отдышался, отошел от всего. И договорились. Осенью пойдем в школу и опять продолжим наше. Но когда я пришел в сентябре на занятия, и им сказал, давайте, хлопцы, они давай смеяться, я говорю, что случилось? Было нам. И же в милицию забрало. И этот люк они замуровали. А потом мы, когда бабушка сказала, что там лошади заезжали с вазами. Телеги эти возили. Может продукты, может быть дрова для того, что, я же сказал, отапливают как здание такое. Водопровода не было. Вот водопровод был, но отопление котлов-то там не стояло, наверное. Дворец давно построенный. Две половинки ворот по нижней этой дуге. Вот такой ширины полоса металлическая, сказать, кованая. Вот каркас этот, на мощных таких вот кованых петлях. И обито все было досками. Дверь, когда мы пришли, слева была, тоже гараж. Скорее всего, директор Пашка служебную машину там ставил. Будка трансформаторная, там провода и сейчас они есть. А здесь местами вот такие булыжники каменные, потому что подъем от Лебяжьего пруда высокий. Если там маленький гололед, лошади же попадают. Там еще было это все. Когда вот пришел я с этим человеком, было одно. Я говорю, вон, видишь, булыжники, один и второй, асфальт там был. Когда были с вами, уже они, видите, вот так вот сделали, как рюмочкой, чтобы одну половинку открыть ворот и вторую. Может, они хотят, чтобы ура, мы нашли. При них же ворота стояли. И вот был этот парень, он же сказал, мужчина, помните с нами, респондент. Как его, Сережа? Юрий. Юрий, Юра, я забыл. Он же сам сказал, я вспомнил, тут были ворота. Вот и все. Скажите, а о чем, точнее, то есть подземные ходы были, и что об этом свидетельствует? Вот вы видели, вы сами бывали в этих ходах, правильно? Они есть. Нет, я был под землей там, но я далеко боялся. Когда, если бы не чернота, это я пополз бы дальше. Время-то было. Они сели и сидели. Но вы видели, что они есть, правильно? Что там огромные, ну, здания, ну, в смысле подземелья, там печи, что-то еще, еще. И, ну, телеги точно, бабушка сказала. Разгружали, видать, баржи. Может быть, вино там, я не знаю, ну, продукты, может быть. И на лошадях везли сюда, заезжали на лошадях туда, в это ворота открытые. Скажите, из того, что вы видели, какой вывод можно сделать? Куда они эти туннели, подземные ходы выходили? Вот так вот, если стоять на том месте, где вы спускались, куда они могли везти? Я не могу сказать это чистосердечно. Но и хлопцы узнавали, и я слышал, было два или три подземных хода. Один в сторону вокзала шел, там была какая-то церковь. Против гастронома «Космос», по-моему, бывшего на проспекте. Там. При нас она еще была. Или католическая, или что, узенькая. Там все это убрали, ну, как сказать, там расстояние такое. Построили стеклянное такое все, вот во время уже перестройки. И там даже кладбище какое-то, что-то раскапывали, нашли. Ну, отопление проводили. Вот. Или туда. Потом народ говорит, что в Новобелец увел. Один ход. Вот это два, я слышал с разных разговоров людских. Но верить или не верить, но начинать надо с этого хода, куда сбежал управляющий. Ну, я так вот подумал мыслями уже. Потом я гулял один недавно. Подошел к этим воротам, посмотрел. Получается, он попадает вот в это большое подземелье. Этот управляющий. Но дальше был, вот с этого вот места, можно найти где-то увидеть, кладка замурованная, или прибор же пустоты определяет. Значит, там был ход. Ну, еще говорил один мужик, что после войны в возрасте, что когда в центре Гомеля одни руины были, все снесли. Мой отец, когда в 45-м приехал, моя мама, еще война была, ну, уже война, Беларусь освободили, в 45-м она приехала и мою сестру родила. В феврале, в начале февраля. Мою родную сестренку. И он приехал где-то перед днем победы видать. Сынок, я с вокзала видал этот парк. И стены домов были только. Ужас, что фашисты натворили. И вот когда бомбили, кто лазил, я не знаю. Но говорили, полезли, походу, обвал. Выбрали кирпичи там, сколько копались, не знаю, кто это.